Чудесно! Значит, давайте мы с вами сделаем такой большой шаг вперед и попробуем поговорить о библейском основании учения от Родицы. Светы Иегова говорят следующее. Они говорят, что ни в одном стихе, который приводится в качестве доказательства, не говорится, что Бог и Иисус и Святой Дух составляют одно целое в каком-то таинственном божестве. Ни в одном стихе Библии не говорится, что все три равны по сущности, силе и вечности. Библия последовательно изображает всемогущего Бога Иегову как единственного Всевышнего, и Иисуса как сотворенного им Сына, а Святой Дух как Божью действующую силу. Ну, если не считать полной чуши, которую они говорят в конце, то первое, что они говорят, что нет таких стихов в Библии, где бы это изображалось. В принципе, они правы. Нет одного стиха в Библии, где бы излагалась Никео-Цареградская формулировка учения от Родицы. В Библии нет. Но когда мы с вами собираем все, что Библия говорит о Боге, у нас получается учение от Родицы. Интересно, что Святая Иегова в других случаях отсутствие конкретного стиха, который говорил бы о каком-то учении, не смущает. Потому что Святая Иегова, допустим, упорно считают Иисуса Христа Архангелом Михаилом. Хотя в Библии нет ни одного стиха, где слова Архангел, Михаил и Иисус Христос вообще стоят в одном контексте. Да, и мы с вами еще увидим, каким образом Святая Иегова странно пытается это учение продвинуть. Но в этом случае это их не смущает, когда речет о Троице, они почему-то считают, что это великая проблема. Хотя логика абсолютно не одинаковая. Но подход именно такой, когда учение делается на основании ряда стихов, он достаточно одинаковый. Перед тем, как мы с вами поговорим об учении о Троице, важно договориться о следующем. Когда христиан спрашивают, в каком стихе из Писания излагается учение о Троице. Многие христиане ссылаются на один и тот же стих Библии. Первое послание Иоанна, пятая глава, седьмой стих. Сеи три свидетельствуют на небе, отец, сын и двусвятой, сеи три суть едины. С этим стихом есть одна серьезная проблема. Дело в том, что в известных нам рукописях Нового Завета этот стих появляется не раньше 4 века нашей эры. Более того, в те времена, когда происходили споры вокруг орианства, то есть в 3-м, в начале 4-го века, в 4-м веке, никто из отцов церкви этот стих не цитировал. Хотя казалось бы, если он настолько ясно мне это вопрос. Значит, стих 1 Иоанна, пятая глава, седьмой стих. Скорее всего, этот стих является более поздней вставкой, написанной каким-то благочестивым человеком. Поэтому в современных переводах Библии, особенно в нерусских, этот стих либо берут в скобки, либо выносят на полетку. То есть текст этого стиха достоверно считать нельзя. К сожалению, это означает, что у нас нет одного стиха, в котором учение о Троице излагалось бы полностью. Удивительная вещь случается в том, что учение о Троице никогда на этом стихе не основывалось. То есть все споры с орианами проводились без участия использования этого стиха. То есть есть он или нет, правильный он или нет, на самом деле к Троице никакого отношения не имеет. Он сам по себе, как стих, правильно выражает учение о Троице. Просто он, скорее всего, не является историческим стихом. А век век Митейского собора? Это 325-й год, 4-й век. И буквально два слова, арианская, в любом смысле претензия Ария. То же самое, что все эти региоры. Христос не Бог, но Святой Силы. А в каком веке стиха Пау Библий? Не раньше 4-й, может быть даже позже. А кто добавили 4-й? Да, но мы не знаем кто. То есть вообще, тут видите, как бы ситуация вот какая. Есть такая книжка чудесная, называется она «Текстология Нового Завета». Написал его человек по имени Брюс Мецгер. Я бы искренне рекомендовал вам ее почитать, чтобы иметь представление о том, каким образом появился на свет наш Новый Завет. В принципе, есть книжка. «Текстология Нового Завета» написал ее Брюс Мецгер. Мецгер. Чудесный человек, очень большой специалист. Идея заключается в том, что, к сожалению, тот текст греческий, который сохранился до 16-го века, когда начали всерьез заниматься изданием Библии, он оказался в значительной степени, в серьезной степени, искажен более поздними добавлениями. То, что называется сегодня «Текстус рецептус», то есть принятый текст, который как бы сохранился в церкви, к сожалению, не совсем бы старе. Когда стали находить более ранние рукописи, оказалось, что они в некоторых местах отличаются от того, что дошло до церкви в более поздние времена. Но «Текст рецептус» вообще интересная вещь, потому что его первый создатель и идеолог, который называл Эраз Маттердамский, ему нужно было издать в каком-то сроке, у него не хватало времени найти греческий текст откровения. Поэтому он взял и перевел с латыни на греческий язык, а публиковал в своем собственном переводе. То есть там такие многие были интересные моменты, но суть заключается в том, что тот текст, который положен в основу синодального перевода, это тот самый поздний текст, который, к сожалению, сохранился в определенных искажениях. Сейчас все больше и больше появляется рукописей на свет, которые сохранились до наших времен, которые датируются 4-м, 3-м, какие-то там отрывочки есть, начало 2-го века очень маленькие. И есть предположение, что у нас есть один или два кодекса, которые датируются чуть ли не концом 1-го века. И причем один из них содержит в себе практически весь корпус Павлов посланий. То есть если это так, то у нас есть документ, который был написан прямо при жизни апостола, или сразу после их смерти, очень близко к времени оригинала. И поэтому сейчас мы можем с вами, смотря на эти ранние документы, практически во всех случаях сказать достоверно и с определенной долей уверенности, о чем говорил изначальный текст. Причем в большинстве случаев, когда мы не совсем уверены, или во всех случаях, когда мы не совсем уверены, разногласия какие-то, разночтения, они не касаются богословских варных вопросов. То есть они никак не меняют смысл текста, они скорее касаются каких-то нюансов грамматических или стилистических. В тех моментах, в которых на самом деле текст, писание важен для понимания библейского учения, у нас практически стопроцентная уверенность в том, что текст выглядит так, как он есть сейчас. И на протяжении последних ста с копейками лет выходило несколько критических изданий. То есть люди на основании сравнения между собой вот этих ранних рукописей, они пытались бы создать греческий текст, как он выглядел тогда. Одним из первых этим занимался человек по имени Тишендорф, потом этим занимались два человека, которого звали Уэскерт и Хорт, и вот их текст положен, кстати, в основу переводного мира. Вот это было в конце 19 века. А сейчас существует такой стандарт, более-менее, значит, в 21 веке развивались два направления, две редакции текста, одну делали объединенные библейские общества, а вторую делалось под редакцией Нестле и Алланда. В какой-то момент времени они сверли их между собой, и получился такой общий текст для всех. То есть вот нынешние издания UPS, объединенных библейских обществ, и Нестле и Алланда, они текстологически одинаковые, то есть текстом он как один и тот же. Вот, и в основу всех современных переводов положен как раз вот этот вот современный критический текст Нового Заряда. Что касается Трулэкса, значит, мы с вами говорили о том, что в Библии упоминаются три несомненных факта. Есть только один Бог, есть три отличные друг от друга личности и апостаси, Отец и Святой Бог, и каждая из этих апостасей называется Богом. Для того, чтобы нам показать, что все эти три момента являются по-настоящему библейскими, нам необходимо нарисовать очень простую схемку, и потом последовательно каждый момент ее показать и списать. Схемка будет выглядеть таким образом. Это не наше изобретение, Схемка очень древнее, но от этого не менее правильно. Писание говорит, что есть только один Бог. При этом Писание говорит о том, что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог. Но при этом Писание говорит о том, что Отец это не Сын, Сын это не Святой Дух, и Дух Святой это не Отец. Одна сущность, три личности. Как это работает на практике? Во время крещения Христа мы видим, что Иисус стоит в воде, на Него сверху сходит Святой Дух, и с Нем произойдется голос Отца. Значит ли это, что мы видим трех разных богов? Ничего подобного. Мы видим одного Бога. Когда Иисус молится в Бессиманском саду Своему Отцу, значит ли это, что Бог молит Сам Себе? Ничего подобного. Сын молится Отцу, но при этом все равно есть только одна сущность, три личности. Чтобы нам доказать, что вот эта картинка имеет под собой библейское основание, нам нужно последовательно доказать семь моментов. Семь моментов. Первое. Нам нужно доказать, что есть только один Бог. Второе. Нам нужно доказать, что учение о единстве Бога не противоречит учению о троичности личности. Первый момент. Есть только один Бог. Есть только один Бог. Второе. Второе, что учение о единстве не противоречит учению о троичности. Что они совместимы. Третье. Отец есть Бог. Отец есть Бог. Единство не противоречит троичности. То есть, когда мы читаем Писание, то есть, когда мы читаем Писание, то есть, троичное Писание Бога и единственное Писание Бога, они вполне совместимы. Противоречия не возникает. Третье. 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 Отец есть Бог. Третье. Четвертое. Сын есть Бог. Пятое. И вот здесь очень важный момент. Дух Святой – это Личность. Потому что Святый Бог – это Личность. И только потом, шестое, Дух Святой – это Бог. Дух Святой – это Бог. А седьмое, что тогда? Отец, Сын и Дух Святой – это три разных Личности. Если мы с вами докажем, что каждое из этих утверждений библейски справедливым и обоснованным, у нас на выходе получится учение о Троицу. Согласны? Некоторые моменты кажутся самоочевидны из текста Писания. Верю. На самом деле они вполне самоочевидны для человека, который дружит с головой. Дружит с писателем, скажем. Дружит с головой тоже надо дружить. Хорошо. Хорошо. Переменку можно сделать? Хорошо. Давай снимем перемену и после перерыва начнем.